Свободной продажи КДН-содержащих препаратов больше не будет. Лекарства, обладающие высоким болеутоляющим действием, наркозависимо используют не по назначению. По словам министра регионального здравоохранения, Волгоградская область к введению жестких правил отпуска этих медикаментов готова. Все лечебные учреждения в полном объеме снабжены бланками рецептов. Нами проведены ряд мероприятий, а именно проанализировано наличие рецептурных бланков в лечебной сети. И они действительно в наличии имеются в достаточном количестве. Кроме того, министерствам было рекомендовано всем аптечным предприятиям организовать другие замены этим препаратам, которые без идут рецептурного выписка. Это моноанальгизирующие средства. Особенно сильно наркомания бьет по молодежной среде. На заседании комиссии подвели итоги проведения в области интернет-уроков для школьников и студентов. В режиме онлайн занятия с молодыми людьми проводили наркополицейские, врачи и священнослужители. Возможности получения консультаций врачей, юристов, психологов и педагогов, специализирующихся в данном направлении работы. Присутствующим были разъяснены возможности доступа в интернет, ресурсам управления ФСКН России в Волгоградской области. В Волгоградской области проходит и тестирование школьников на предмет употребления наркотиков. Данную процедуру в прошлом году прошли почти 2000 несовершеннолетних. Были выявлены трое жителей Кумолжинского района, употребляющие зелье. Зачастую, отметил губернатор Сергей Баженов, наркомания является следствием неустроенности подростков, отсутствие организации и их досуга. А значит, взрослым нужно попросту больше уделять внимание своим детям. Пока мы не достучимся до сознания родителей, которые заняты работой, какими-то своими увлечениями, побеждать нам в этом направлении будет крайне сложно. Мы сегодня многое переваливаем на структуры, которые этим занимаются, и на федеральные, и на региональные общественные объединения. Это все хорошо. Пока не включатся родители, совсем хорошо не будет. Сергей Баженов предложил наркополицейским проводить плановые встречи с родителями школьников во всех населенных пунктах области, как в городе-миллионнике Волгограде, так и в небольших сельских поселениях. Екатерина Караваева, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.